Каждую свободную минуту Светлана проводит с дочерью, словно старается наверстать упущенное время. Слишком долго она боролась за право воспитывать Аню. Или Харриет, это второе имя девочки, которое ей дал отец, гражданин Великобритании. Питер Тохилл не оставляет попыток забрать школьницу обратно в Англию. Ему даже удалось выиграть суд у себя на родине и здесь, в России. Однако приставы каждый раз уходили ни с чем. Ребенок отказывался идти, они уходили, приходили следующий, следующий раз. Несколько раз она пряталась и в ванной, и на балконе закрывалась. Не хочет. Девочка, конечно, вспоминает отца, признается Светлана. Впрочем, она уже достаточно взрослая, чтобы понять, почему мать решилась на такой шаг. Бросила мужа иностранца и вернулась на родину. Теперь разве что вспоминать остается, какой счастливой когда-то была их семья. Она врач-косметолог, он программист, красиво ухаживал, дарил цветы. Но у этого романа был печальный конец. В какой-то момент супруг изменился, и хотя руку на нее Тохил ни разу не поднял, рассказывает женщина, терпеть моральное насилие было невносимо. Когда тебе каждый день говорят, ты никто в этой стране, убирайся отсюда, я с тобой разведусь, ребенка ты не получишь. Шли угрозы, вплоть до того, что он заскакивал в мою спальню с ножом. Просто это могло бы уже, я как врач, видела, что там какие-то изменения у него пошли в психике. Светлане приходилось часто и надолго уезжать в Россию. Без Ани, конечно. Но однажды сердце матери не выдержало. Она ушла. По-английски. Забрала девочку и навсегда покинула Туманный Альбион. Признается, другого выбора ей не оставили. Ты не останешься в этом доме. Ты можешь платить 100 фунтов за ночь в отеле. И если хочешь поспорить, позвони в муниципалитет и начни платить 1000 фунтов годового государственного налога. И объясни миграционному министерству, почему ты не соблюдаешь требования, сколько дней в год ты должна находиться в этом государстве. Держись подальше, или я позвоню в полицию. Мне надоели твои жадные привычки. Ты больше не часть этой семьи. Сам Питер редко приезжал в Россию, говорит Светлана. В судах его интересы представляли адвокаты. Пытались убедить служителей Фемиды, что там, в Англии, девочке будет лучше. И что мать, настраивая ребенка против отца, не передает от него приветы и подарки. Мама преподнесла это так, что девочка плакала из-за того, что она больше ничего не получила. А я думаю, что девочка плакала совершенно по другому поводу из-за разлуки отца с отцом. Но психологи после целого ряда экспертиз и откровенных бесед с Аней сделали вывод. Разлука с матерью может донести 9-летней школьнице тяжелейшую психологическую травму. С этим заключением Светлана снова пошла в суд. Попросила оставить их с дочкой в покое и прекратить разбирательство. Ходательство удовлетворили. Ребенка решили оставить с ней. Правда, праздновать победу пока рано. Адвокаты англичанина заявили, что намерены обжаловать это решение.